В селе Товолжанка Корсунского района Ульяновской области находится храм в честь святого преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых святых на Руси. Этот храм был построен в 1896 году и закрыт в советское время. Прихожанин храма Анатолий Ткачев, переехавший в село из Астраханской области, делится услышанными рассказами и своими воспоминаниями о жизни прихода и истории храма. Когда приехали сюда, здесь, конечно, храм в советское время был изъят, передали его колхозу, здесь и зернохранилище было, ну и складские помещения разного рода были. А затем уже, когда во времена Горбачева, когда стали возвращать все, то есть православие возвращать, и тогда его вернули. Вот этот храм самый первый построили здесь у нас, ну в смысле возобновили. Вот. У нас здесь, в Корсунском районе, тогда, собственно, этот храм работал на два района. Еще у нас, значит, приезжали сюда из Вишкаймского района. Я сам бабушек, старушек возил сюда. 18 июля, в день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин совершил божественную литургию в Сергиевском храме. Этого святого называют игуменом земли русской. Владыка напомнил собравшимся в храме о духовном подвиге преподобного Сергия и его значении для нашего времени. Монах по-славянски называется иноком, человеком, который ведет инаковую, другую, непохожую на всех остальных жизней. Именно вот эта инаковость, это следование воли Божией и повседневное, начиная от самых мелких вещей и кончая самыми важными, исполнение евангельских заповедей, это и было тем научением, которое преподобный Сергий преподавал приходящим к нему людям. Владыка Лонгин отметил красоту храма в селе Товолжанка и выразил пожелание, чтобы прихожане как можно чаще посещали богослужения здесь. Рад возможности служить в этом храме. Видно, что когда-то он был многолюдным, здесь было много людей. Было бы очень обидно, если храм этот постепенно пришел в запустение, поэтому, пожалуйста, я призываю вас ходить в него, молиться. Молиться в том числе о тех людях, которые с работой и старанием строили его, а потом после десятилетий поругания восстанавливали, придавая ему то благолепие, которое они могли в те времена по своим силам и возможностям ему придать. Сегодня, как и во многих уголках России, в Товолжанке становится все меньше жителей, а в храме – прихожан. Но хочется верить, что этот простой сельский храм, который был возрожден после периода гонений, будет жить и будет по-прежнему дорог людям. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симирская митрополия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! К нам поступил вопрос, каким целителям святым молиться в каких нуждах. Действительно, есть святые целители-угодники Божии, святые, прославленные в лике святых. Мы особо почитаем святых целителей Косьмы и Демиана, бессеребренных врачей. В нашем городе есть храм, освященный во имя этих святых. Находится он на территории областной больницы. Почему именно этих святых мы выделяем из прочего сонма святых угодников Божьих целителей? Ведь мы знаем много святых прославленных врачей. Целитель Пантелеимон, святитель Лука, воин Есенецкий. А вот Косьма и Демиан жили на заре христианской эры. Жили они в конце третьего столетия по Рождестве Христова. И прославились они именно в это время мученичеством. Они жили в городе Рим. Получили хорошее образование и посвятили себя врачебному искусству. Но Бог призвал их к этому служению особенным образом. Они стали лечить людей не только своим искусством медицинским, но и силой молитвы. И они увидели, что сочетание вот этого профессионализма и доброй, чистой, святой души, в которой воцаряется Дух Божий святой, приносит великое утешение и пользу людям. И слава об этих врачах пошла по всей Римской империи. Они не только лечили людей, они проповедовали новую на тот период религию, веру христианскую. И очень много людей видели действенность и силу Слова Божьего. И очень много людей уверовали по их проповеди. И вот внимание к этим врачам привлекло власть римскую. И они были объявлены в розыск, за ними были посланы солдаты для того, чтобы их арестовать и привести на дознание к римским властям. Добрые христиане предупредили их об этом, и они спрятались. Но солдаты схватили других христиан. И для того, чтобы не было вот такого греха, что по их вине кто-то страдал, ибо они смысл жизни-то полагали в том, чтобы людям помогать. А тут за них должны страдать другие. И они вышли и сказали, это мы, мы пойдем отпустить и невинных. Они пришли на судилище и открыто исповедовали веру свою, не боясь и не стыдясь ничего. И говорили, что мы не делаем никакого греха, мы только людям помогаем, проповедуем Христа, который нам дает эту силу лечить людей. Но не внимали их проповеди власти, и поэтому они были заточены в темницу. Господь наказал римского правителя того времени, Карина, который заболел очень тяжело. И все вокруг увидели и поняли, что этот гнев Божий явился на человек, который хулит Дух Святого. Потому что всякий грех прощается, только хула на Дух Святого не прощается. Вот этот император Карин тяжело заболел. И святые бессеребреники исцелили его. Их и называют бессеребрениками, потому что они за свое врачество не брали мзды. Они говорили так. Нас Господь учит, дары мы получили, дары мы будем давать. Вот такие святые бессеребреники. И по их молитвам вот этот император, Карин, исцелился и отпустил их. И они прославили Господа, и весь народ прославил Господа. Но то, что не сделала языческая власть, то сделала зависть человеческая. Дело в том, что их учитель, у которого они учились, воспылал к ним завистью, потому что они превзошли его в искусстве. И вот этот темный помысл в его душе, он пленил его разум, и он стал безумным. Вот этот учитель позавидовал их благополучию, позавидовал их славе и решил их убить. Обманным путем он их завел в лес под предлогом найти какие-то особые снадобья, коренья, растения и убил их там. Вот так дьявол отомстил этим святым угодникам Божьим за то, что они помогали людям. Но слава этих святых бессеребреник до ныне живет. И мы с вами понимаем, как это важно для нас. И с духовной точки зрения, потому что мы видим, когда человек служит людям, Бог ему помогает. И с нравственной, педагогической точки зрения. Дай Бог, чтобы нам в жизни всегда попадались вот такие добрые врачи, которые врачевали бы своим профессионализмом и доброй душой святой. И слава Богу, много таких врачей добрых, которые молятся Богу. Господь им дает разума, и они очень много людей исцеляют. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В наш адрес поступило обращение с просьбой пояснить, как быть, если во время молитвы постоянно отвлекаешься, так что теряется смысл, и молитва превращается в механическое прочтение текста. В первую очередь здесь следует задать себе вопрос, о чём мы чаще всего думаем во время молитвы. Ведь это не какие-то абстрактные вещи, а то, чем мы живём. Это наша работа, это наши знакомые, это наши повседневные обязанности, которыми мы отягощены. И если это во время молитвы настолько владеет нами, то значит, владеет и в другое время. Владеет настолько, что мы забываем о Боге. Для того, чтобы справиться с таким недостатком, святые отцы рекомендуют один из способов, чтобы непосредственно во время молитвы, насколько это возможно, выйти из этой погружённости в те дела, которые вот так тяготят нас, понимая, что всё находится в руках Божьей и всё совершается по этой воле. Во время молитвы тогда мы сможем себе сказать, зачем я думаю об этом сейчас, и зачем я об этом пекусь, если сам Господь управляет всеми моими делами. При этом не следует оставлять молитвенное правило, сокращать его из-за того, что у нас не получается сконцентрироваться на мысли, но следует в этом упражняться, не забывая о том, что во время молитвы мы отдаём или жертвуем, правильнее будет сказать, Богу самое лучшее, то есть то, что мы уже не можем себе вернуть. Это время и наши силы. И Бог воспринимает даже такое старание, как посильную жертву, и отвечает на наши просьбы, которые мы испрашиваем во время нашей молитвы. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете по электронной почте. К нам поступил вопрос. Венчание, крещение, причастие – это всё таинства Церкви. Сколько их? Почему они называются таинствами? Откуда они берут свою традицию? Обязательно ли каждому христианину участвовать в каждом из них? Каково их значение для православного человека? Ну, как мы знаем из Писания, основные таинства христианства – это таинство крещения, как дверь вхождения в Церковь, и таинство Евхаристии. Но нельзя исключать из нашего внимания и другие таинства, которые с первых веков христианства – это четвёртый, шестой век. Упоминание об этих таинствах есть в Древней Церкви. Что это за таинство? Это таинство мира помазания, последующее за таинством крещения, в котором преподается благодать Духа Святаго, который помогает человеку укрепляться и возрастать в вере. Это таинство брака, в котором священник испрашивает благословения для будущих супругов на совместную жизнь, на совместное рождение и воспитание детей. Это таинство исповеди, в котором человек возвращается к тому пути покаяния, которому он избрал при принятии таинства крещения. Потому что в таинстве крещения человек избирает христианский путь, а в таинстве покаяния кается в своих грехах, возвращается на этот путь христианской жизни. Таинство еле освящения, или по-другому таинство соборния, в котором для болящих испрашивается ослабление их грехов, оставление грехов, исцеление. Все эти таинства имеют под собой видимую часть. То есть это не просто ритуал, а это молитва к Богу о прощении грехов, о укреплении, о возрастании в вере, о помощи в семейной жизни. То есть все то, что касается ключевых моментов нашей земной жизни, все это сопряжено с церковными таинствами. Таинство священства, когда человек избирает путь служения Богу, и в архиерейских молитвах, в молитвах епископа испрашивается благодать для ставленника, чтобы он совершал церковные таинства, или помогал при совершении. Существует вот семь таинств церковных, в которых мы испрашиваем у Бога помощи, благодатной поддержки. И эта благодатная поддержка посылается под ведьмом каким-то символическим действием священник. Или это погружение в воду, или помазание святым освященным маслом, или возложение рук. Вот это есть церковные таинства. Так исторически сложилось, что их семь, и все они относятся непосредственно к делу нашего спасения. Естественно, человеку невозможно участвовать в силу семейного положения, в силу пола, принадлежности. Например, женщины не могут принять таинство священства, поэтому, естественно, они не могут участвовать в этом таинстве. Есть таинство брака, да, не каждый человек избирает путь жизни семейной. Есть еще и другой путь, путь безбрачия, поэтому тоже тут от этого таинства человек устраняется. Поэтому эти таинства, как инструменты в восшествии к Богу, но, естественно, человек участвует их по мере необходимости и в разных жизненных ситуациях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова